Гомянина Елена, ученица 9-го А-класса, школа номер 14, города Апатит. На конкурс бродено глазами юного поколения. Лев Николаевич Толстой, отрепок из романа «Война и мир». Известие о том, что русские доходят левый флаг французской армии, возбудило в Набарионе ужас. Он молча сидел под фурганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колено. Бертье подошел к нему и предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находилось дело. «Что? Что вы говорите?» — сказал Наполеон. «Да, берите подать мне лошадь». Он сел вверху и поехал к Семеновскому. В медленно расходившемся парахлом дыме по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон, в лужах крови лежали лошади и люди поодиночке и кучами. Подобного ужаса такого количества убитых людей не видали еще и Наполеона, и никто из его генералов. Гул орудий, не перестававший десять часов сряду и измучивший ухо, придавал зрелищу особенную значительность, как музыка при живых картинах. Наполеон поднялся на высоту Семеновского и сквозь дым увидел ряды людей в мундирах цветов, непривычных для его глаза. Это были русские. Русские плотными рядами стояли позади Семеновского и кургана, и их орудия не переставая буддели и дымили по их линии. И сражений уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло привести ни русских, ни французов. Наполеон впал опять в ту задумчивость, из которой вывел его велисье. Он не мог остановить того дела, которое делалось вокруг него и перед ним, и которое считалось руководимым им и зависящим от него. И дело это им. Первый раз вследствие неуспеха представлялось ненужным и ужасным. Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе предложить вести в дело старую гвардию. Нейх и Бертье, стоявшие подлий Наполеона, переглянулись и презрительно уснюхнулись на предложение этого генерала. Наполеон опустил голову и долго молчал. «За три тысячи двести верст от Франции я не могу дать разгромить врагу свою гвардию!» Сказал он и, повернув лошадь, поехал к Шевардину. «За три тысячи двести»